Христос воскрес! Воистину воскрес! У нас не всегда бывают такие дни, не всегда бывают праздники. И вот особенно такой праздник, как этот, он бывает раз в году, и поэтому мы стараемся как-то приготовиться. На служение, когда идем, то надо одеть самое лучшее. На наших столах что-то приготовить, тоже самое такое, самое вкусное. И служение обычно приходит, когда много песен, много всего интересного. Я вот хотел как бы вспомнить, что вот когда Бог давал Израилю праздники, то Он им не просто давал, чтобы они отдохнули от какой-то работы. Праздники для них это было вот что-то, то, что они должны были напоминать себе, напоминать детям, то, что они должны были сохранить и пронести через года, чтобы все поколения знали. И как бы праздники это была ихняя история. И вот в этом празднике, воскресенье Христа, у нас тоже есть что-то вот такое, что, ну, не только все, вот внешность там красивая, но что-то такое, что должно быть внутри, вот что-то такое духовное, которое мы должны вот пронести всем, и нашим детям, и окружающим людям. И вот я бы хотел поговорить о радости в воскресенье. Потому что воскресенье, оно нам, помимо всего, дало радость. Теперь мы не просто живем, мы радуемся тем, что Бог нас спас, мы радуемся тем, что Бог по нас заботится. Но был один момент вот в истории учеников, когда только Иисус Христос воскрес, то мы видим, что они не сразу радовались. Я прочитаю от Луки 24 главы и 17 стиха. Лука 24 глава и 17 стих. Он же сказал им, о чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и о чем вы печальны. Когда первый раз Иисус Христос встретил учеников, то вот Он им задал вопрос, почему вы вот печальны. Их очень печалили вот те события, которые произошли. И вот они Ему кратко объяснили, и я прочитаю из 21 стиха. А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Ученики, вот они надеялись, что вот Иисус Христос, вот Он избавит Израиля, но как бы на самом деле Иисус так и сделал. И Он избавил, и Он не только Израиля избавил, Он Израиль даже избавил даже больше, чем Израиля, Он избавил весь мир. Но у учеников было вот свое понимание, у них были свои надежды. Они вот надеялись, что, может быть, Он будет там царем на земле, что, может быть, Он их сделает вот своими, своими там министрами. И поэтому, и когда вот все это рухнуло, когда Его уже распяли, когда Он умер, они сделали печальны, потому что вот ихние надежды, ихние мечты, они как бы не сбились. Ну, вот бывает так, что мы часто в жизни, может быть, встречаем, что вот вроде вот мы что-то ожидаем, ожидаем, и оно вот случилось, а от того, что случилось, вот вроде бы и как бы радости особой нет. Я помню, это было не так давно, но это помню, что вот я сильно вот хотел получить права. И я очень думал, что это будет, ну, очень хорошо. И я выучился, и когда уже, ну, прошел момент, и я вот их получил, я вот взял эту такую маленькую пластиковую штучку и думал, что и это все вроде бы хотелось что-то, ну, что-то особенного, что-то другого. Вот я не могу точно сказать что, но что-то особенного. И также ученики, они вот тоже ожидали другого. А вот Бог, вот Иисус дал им другое, Он дал им другое избавление. И я тоже еще вспомнил один пример. Как-то призвал один, ну, один умирал, и вот он призвал своих сыновей перед смертью и сказал, что вот у меня в огороде есть виноградник, и в этом винограднике вот закопан большой клад. И прошло несколько дней, и этот человек умер. И вот после его смерти эти люди, они, ну, сразу пошли к винограднику, сразу начали искать, там, копать, но они так и ничего и не нашли. И вот они вроде были, ну, так разочарованы. И отец им пообещал, все там должен быть, их отец не должен был обмануть, а так получается, что он их обманул. Но прошло время, и через короткий период этот виноградник дал очень большой плод, который помог им дальше жить. И вот тогда они поняли, вот в чем был сам клад. И не всегда то, что мы планировали, как оно будет, не всегда то, что мы вот мечтаем, оно сбывается. Но бывает так, что оно сбывается, ну, по-другому, но сбывается. И вот Иисус Христос, когда вознесся, когда воскрес, когда был распят, и когда Он умер, и потом, когда Он воскрес, то вот Он нам, подобно тем сыновьям, которые получили потом хороший виноградник, который помог им дальше жить. И вот Он нам дал имена, может быть, не что-то такое особенное, не там большой, не больших наград, может быть, не больших там домов, не много денег, но Он дал им то, что, ну, что помогает жить, что помогает жить в этом мире. Он дал спасение. Он дал, даже в земной жизни мы не остаемся без пищи. И это тоже то, что дал Иисус Христос. И этому стоит радоваться. И Он нам очень много чего еще дал. Его благодать, она очень большая. И я думаю, что не будет такого времени, когда вот кто-то вот на земле, мы живя, придем к такому пониманию, что все, вот мы все поняли, вот у нас есть полное понимание, что с собой включает благодать. Она включает очень многое. И вот это все то, что Бог дал нам своим воскресеньем. И пусть нам Бог поможет в этот праздник как раз-таки напомнить нам и напомнить другим о том, что есть радость. Есть радость в нашей душе, есть радость в прощении грехов, есть радость в том, что мы не кинуты. И все это дало нам воскресенье Христа. И пусть нам это все помогает жить в любых ситуациях в жизни, когда нам кажется, что мы к чему-то надеялись, а оно вот получилось не так. Ну, может быть, Бог делает по-другому. И Бог нам дал, только дал по-другому. И Бог уже нам дал очень многое, дал свою благодать. И нам теперь нужно просто пользоваться и радоваться. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok